За шесть месяцев этого года прокуратурой области выявлено более 16,5 тысяч нарушений. Первоочередное внимание уделяло своевременности и полноте выплаты заработной платы. С начала года задолженность перед работниками увеличилась и составила около 28 миллионов рублей на трех предприятиях. Два из них находятся на стадии банкротства. Большое внимание уделялось в сфере здравоохранения. Устранялись нарушения, связанные с ненадлежащей оснащенностью медицинских учреждений и машин скорой помощи, в том числе лекарственными средствами и медицинскими изделиями. По требованию прокуратуры области приведен в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи перечень исследований по отдельным видам онкологических заболеваний. Правительством приняты меры по сокращению дефицита финансирования территориальной программы государственных гарантий бесплатное оказание граждан медицинской помощи на 600 миллионов рублей. Уделялось внимание защите прав участников долевого строительства. Застройщиков обязывали придерживаться сроков передачи объектов участникам долевого строительства, а также устранять недостатки в гарантийные сроки. Практика показывает, нарушения, допускаемые уполномоченными органами в этой сфере, не всегда пресекаются. В связи с этим было внесено представление в адрес Министерства строительного комплекса области. Как прозвучало в ходе коллегии, прокурорам необходимо добиваться ответственности не только от застройщиков, но и от чиновников. Еще одна тема ЖКХ. Выявлено около полутора тысяч нарушений законодательства в этой сфере. Касимовским межрайонным прокурором, прокурором Спасского района, инициировалось возбуждение уголовных дел по фактам хищения бюджетных средств при ремонте водопровода, незаконного распоряжения муниципальным имуществом, занятым в сфере водоснабжения. После прокурорского вмешательства устранились нарушения, связанные с недалежащим качеством проведения капитального ремонта многоквартирных домов, отсутствием должного контроля за работой подрядных организаций, нарушением срока выполнения ремонта. Прокурор Рязанской области Иван Панченко рекомендовал органам власти принять срочные меры для решения проблемы обеспечения жильем детей-сирот. Средств, выделенных в этом году, хватит только на квартиры 213 из 524 человек, имеющих на это право. По состоянию на 1 июля приобретено всего лишь 55 квартир или 25% от запланированных. Самое провальное положение отмечается в городе Рязани, где приобретено только 5 квартир или 8%. В 13 районах области до настоящее время жилье для детей-сирот вообще не приобреталось. Одно из важнейших направлений работы прокуратуры – исполнение законодательства о противодействии коррупции. В этом году выявлено более 700 нарушений, что превышает показатель прошлого года. Большинство из них допущено в органах местного самоуправления региона, государственных и муниципальных учреждениях. Тема коррупции коснулся в своем выступлении и вице-губернатор Игорь Греков. Одной из наших общих задач остается борьба с коррупцией. Особое внимание уделяется контролю за расходованием бюджетных средств. Сейчас это особенно важно, поскольку началась реализация национальных проектов. На коллегии отмечено, нуждаются в совершенствовании работы прокуроров по ряду направлений надзора. По итогам заседания разработан комплекс мер, направленных на повышение эффективности работы органов прокуратуры. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».